Варя, врачей выбирай только женщин. С мужчинами не разговаривай и не знакомься, чтоб не-не. Ну что ты? Пиши мне каждый день. Раз утром, раз вечером. Где была? С кем была? О чем разговаривала? Вот. Вот тебе 60 конвертов с марками. 120 листов бумаги. Сергей Филиппов – советский актер, чье имя навсегда связано с образом кисы Воробьянинова. Но и другие роли Филиппова были яркими. Его популярность в 60-70-х годах зашкаливала настолько, что когда он прогуливался по улице, останавливались троллейбусы, люди окружали любимого артиста и засыпали его вопросами. Он был из тех, о ком говорят, слава ходит за ним по пятам. Сергей Николаевич Филиппов родился 24 июня 1912 года в городе Саратов в семье Филипповых. Отец был заводским слесарем, мать – портнихой-кружевницей. В пятилетнем возрасте мальчик впервые услышал слово «революция» из уст отца, пришедшего домой раньше положенного, поскольку заводчане устроили забастовку. Николай Георгиевич сначала стал пить, а затем заявил жене, что ходит на фронт. С тех пор Сережа родного папу больше не видел. Мама Евдокия Терентьевна рада была любой работе, чтобы прокормить себя и сына, так что мальчик большую часть времени был предоставлен сам себе. В семилетнем возрасте Сережа пошел в школу, но учиться ему не понравилось. Единственные предметы, которые он обожал, были русская литература, читал Филиппов много и с удовольствием, и химия. Как заправский экспериментатор он любил смешивать реактивы на уроках. Но однажды его любознательность в отсутствии учителя сыграла с ним злую шутку. От смеси соляной кислоты и нескольких других реактивов по школе распространился невероятно едкий запах. Уроки были прерваны, ученики эвакуированы. Когда выяснилось, что это дело рук старшеклассника Филиппова, педсоветом было принято решение об исключении Сергея из школы. Мама договорилась в соседней пекарне, чтобы сына взяли на работу. Но Сережа был не приспособлен к выпеканию хлеба. Не вышло из него ни краснодеревщика, ни токаря, ни садовника, ни плотника. Но однажды Филиппов с друзьями гулял рядом с местным клубом и заглянул в окно. Он тоже захотел попробовать себя на сцене. Поскольку мальчика в кружку катастрофически не хватало, Филиппова и еще одного подростка, пожелавшего учиться танцам, приняли с удовольствием. Сергей сразу решил, что танец даст ему путевку в жизнь и вскоре стал лучшим танцором. Преподаватели прочили ему большое будущее. А в 1929 году юноша поехал в Москву, чтобы поступить в балетное училище Большого театра. Но к его разочарованию вступительные экзамены уже прошли. Он опоздал. Чтобы не терять год и не возвращаться в Саратов, Филиппов уехал в Ленинград, где открылся новый эстрадно-цирковой техникум, куда он и поступил. Возможно, Сергей и стал бы гениальным танцовщиком. Но во время одного из представлений юноша упал в обморок. Врачи диагностировали порог сердца и запретили танцевать. На одном из выступлений побывал театральный режиссер Николай Акимов, приславший после артисту телеграмму емкого и краткого содержания. «Предлагаю работать в принятом мною театре комедии». Ответ был еще короче. Согласен, безоговорочно. Сотрудничество, начавшееся в 1935 году, продлилось 30 лет. В театр комедии вскоре стали ходить на Филиппова. Публика занимала очередь за билетами задолго до открытия кассы. Он принимал участие во всех спектаклях и, как прежде, радовал публику своим комедийным мастерством. Несмотря на пристрастие Филиппова к спиртному, Николай Акимов относился к актеру очень терпеливо, считая, что один талантливый пьяница стоит десятка трезвых бездарей. Но критическая масса дисциплинарных проступков Филиппова накапливалась. И в 1965 году его уволили из театра по собственному желанию после 30 лет верной службы. Талантливого театрального актера еще до войны заметили кинематографисты молодого советского кино. Небольшая роль в картине «За советскую родину» стала дебютом Филиппова в кинематографе. Затем он перевоплотился в партизана в Волочаевских днях, стал начальником клуба в музыкальной истории. «Стыдно вам, товарищ Македонский, срывать клубную работу накануне такого важного мероприятия, как полярный бал». Когда началась война, Филиппов вместе с театром был эвакуирован. Но и там снялся в нескольких картинах. «Новых похождениях Швейка, Ефрейтор, Март-Апрель, Восьмеркин, Мы с Урала, Андрей Степанович, Кощей Бессмертный, Палач». Более успешными для его кинокарьеры стали 50-е годы. Сергей Николаевич сыграл Капрала в «Золушке», Филина в «Кортике», ревнивого мужа в «Запасном игроке». Во всем блеске своего комедийного таланта он появился в роли дрессировщика Казимира Алмазова в «Укротительнице тигров» с Людмилой Касаткиной, Павлом Кадочниковым и Леонидом Быковым в главных ролях. «Я вынужден буду сообщить об этом в Главное управление цирковой». «Сколько угодно! Алмазов – это аттракцион! Это имя, афиша, публика, касса!» «Я вам не нравлюсь! Он дал верить этой девчонке, а не мне! Пожалуйста! Пожалуйста! Я имею в виду, будешь изображать из себя дрессировщицу! Выгоню!» Там его увидел молодой режиссер Эльдар Рязанов. Рязанову срочно нужен был актер на роль лектора Никодилова в его картину «Карнавальная ночь», где главных героев сыграли Игорь Ильинский и юная Людмила Гурченко. Режиссер уже собирался вычеркнуть персонажа со сценария, но, увидев Филиппова, пригласил его в свою картину. Когда Леониду Гайдаю понадобился киса Воробьянинов для фильма «Двенадцать стульев», он без сомнений предложил эту роль Сергею Филиппову. И поныне Филиппов в первую очередь напоминает зрителю кису Воробьянинова, как только появляется на экране. «В милиции на них нужно жаловаться. Действительно, черт знает, что такое. Дерут с трудящихся в три, в три, дорога. За ебогу, за какие-то подержанные десять стульев – двести тридцать рублей. С ума сойти!» Свою последнюю роль в советском кино актер сыграл у Леонида Гайдая в картине «Операция-кооперация», всего же созданных им экранных образов свыше сотни. Еще в ленинградском техникуме Сергей познакомился с будущей балериной Алевтиной Горинович. Через некоторое время они зарегистрировали свои отношения. А в 1936 году у них родился единственный сын Юрий. Десять лет супружества были счастливыми, несмотря на некоторую бытовую неустроенность. Но пьянство супруга и его острое желание прославиться, а также мимолетные романы, стали невыносимы для Алевтины. Ее терпение лопнуло, когда муж под шефе заявил, что ради славы готов даже бросить жену и сына. «Ну и уходи к своей славе!» – в сердцах выкрикнула Горинович. Актер поселился в номер гостиницы «Астория», который оплачивал театр. Там же он иногда учинял дебоши. В одной из драк Филиппову проткнули вилкой руку, и к нему на помощь поспешила низенькая полноватая женщина. Позже оказалось, что она автор книги о Сергее Кирове, мальчик из Орджума, Антонина Голубева. Антонина привела актера домой, и они стали жить вместе. Сын Юрий не воспринимал ее как новую жену отца, хотя именно эта женщина бегала по врачам и ухаживала за Филипповым, когда у него удалили опухоль мозга. Женщина была старше гражданского мужа более чем на 10 лет, и всегда внутренне боялась, что он ее бросит. Поэтому контролировала все звонки, ревновала к друзьям и толпам поклонниц. Тем не менее, прожили они вместе 40 лет. В 1989 году Барабулько, как ласково называл супругу Филиппов, умерла. После кончины Антонины Голубевой он окончательно замкнулся в себе. Ни с кем не откровенничал, а в тумбочке держал нераспечатанные письма от сына Юрия из Америки, куда тот эмигрировал в начале 70-х годов вместе с матерью. Это стало серьезным ударом для актера. Сына он так больше и не увидел. По рассказам очевидцев, в последний год Филиппов жил практически за чертой бедности. Стремительно стал прогрессировать рак. Он не общался с коллегами и жил в одиночестве. В кино он больше не снимался. Последними его ролями были «Пациент в собачьем сердце» 1988 года и пенсионер в фильме «Операция-кооперация» 1989 года. Лишь его давняя приятельница Любовь Тищенко заботилась о нем, помогая по хозяйству и подкармливая по мере возможности. За несколько дней до смерти актер рассказал Любови Тищенко о своей мечте. «Знаешь, я ведь всю жизнь хотел сыграть положительную трагическую роль, а мне доставались одни мерзкие типы. Я даже плакал, когда узнал, что главная роль в фильме, когда деревья были большими, досталась Юрию Никулину». Умер актер в полном одиночестве у себя дома 19 апреля 1990 года от онкологического заболевания легких. Тело актера обнаружила Любовь Тищенко. Как оказалось, актер умер еще две недели назад. Деньги на похороны Сергея Николаевича собрал с коллег Александр Демьяненко. Пока шла подготовка к погребению, дочь и внуки Голубевой, по словам очевидцев, вынесли из квартиры актера остатки прежней роскошной жизни – антикварную мебель, посуду. Проводы Филиппова на северное кладбище Санкт-Петербурга были скромными. Актера похоронили рядом со второй женой. Сын Сергея Филиппова, Юрий, ушел из жизни 4 февраля 2020 года. Большая просьба к вам оценить данное видео. Если вам понравилось, то ставьте лайки, пишите комментарии, пожелания и обязательно подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok